Всем доброго времени суток, с вами Таракот и мы продолжаем SFD прохождение Baldur's Gate 3. Итак, загрузился я на это сохранение, перед тем как Кролах начинает неконтролируемо всё уничтожать. И в принципе можно забузить этот момент, просто переключиться на персонажа другого и спокойно позабирать. Всё, пока здесь висит диалог. Хорошо, что есть возможность на какого-то персонажа переключиться, потому что если бы не было, то было бы сложнее. Наверное, стоит режим группы пока что убрать. Ты смотри, там книга какая-то, ого, о делах приятственных. Интересно, в таком месте книга лежит. Бляха, пустая бочка как-то так-то. Читать буду уже, наверное, основным персонажем. Ну что, да, у хард-грузоподъёмность... Слабенькая. Нельзя использовать стул. Смотри, часто используются купцами и разносчиками. Шаткий стул. Ну, наверху здесь особо ничего нету. Что мы имеем здесь? Вроде как. Ну и наверху Карлахт не особо-то бегала. О, короткий лук. Цеп. О, алиборда. 2,11 урона. Часть острова, навершая алиборды, отломана. Осталось только жутковатое неровное лезвие. Хм. Интересно. Ну, это первая алиборда. Владыки безумия Ено. Такая книга, по-моему, уже есть. Когда-то уже читали. Кувшин с водой. Бутылка. Просто свеча. Киви. Кружка. Яблоко. Даже описания у буфета нет. Ставник, кстати, нельзя открыть. Там обломано. Стоп. Можно. Надо снизу, можно, по идее, забрать. Большая бутылка. Ну, что, можно спрыгнуть. Туда нельзя спрыгнуть. А бутылку нельзя забрать? Бутылка из толстого стекла. В такие часто разливают пиво. Двухъярусная койка. Находки из внутренних земель. Издание новое, дополненное. Что мы имеем здесь? Пустой. Ммм, два факела. Оруженная стойка пустая. Это на улице там видно было. Какой-то труп. Только вниз можно лечь. Вниз, по идее, Карлах не должна спускаться. Я еще трупы, кстати, не лутал. Путеводитель по побережью мечей. Часть 4. Всхожая дорога. У нас золото, блин, просто. По монетам тут валяется. Пустой мешок. 0,2 веса. Деревянный письменный стол. Даже смотреть нельзя. Чернильница. О, да. Котел. Тяжеленный. Ширма. Стоп, а как там можно? Там что-то есть же. Просто кровать за ширмой. Одежда прижимистого бродяги. Этот наряд потрепанный и весь в заплатках практически болтается на его владельца. Ну, такое, по-моему, уже находили, только оно было другого цвета, что ли. Сандалии. Эльфийские деревянные подметки. Эти изящные деревянные туфли при ходьбе по камням издают легкие, едва заметные щелчки. Щелчки. Пиво. Пиво выпьем, и каши не будешь. Орден перчатки. О законе и правосудии. Вот это про их, походу, этот орден. Опа. Домашняя молитва. Это мы потом будем изучать все. После разговора с крылах. Ух ты, скрипка. Ничего себе. Это интересно. Кинжал, короткий лук, кожаный доспех. У нее ничего интересного даже не было. В этой комнатушке вроде все. Самое богатое это это. Ммм, сумка с припасами. Тарелка. Тарелка, тарелка. Чашка, чашка. Кружки. Тут много, конечно. Еще мешок. О, тухлые яйца. Дратати. Пойло. Чашка. Клещи. Воровские инструменты. А, тут, кстати, нельзя ничего забирать. Уэйдбанк. Вот это все не интерактивное. Ветхий шкаф. Без описания. Золото в шкафу, серьезно? Два золота. Ганилой помидор. Стой. А, тут нельзя, кстати, взять маленький мешочек. Ничего не осталось. Ганилая морковь. Вода. Пусто. Куда? Ничего себе. Упаньки. Не понял. Монета души? Что? Как я ее вообще здесь заметил? Да как это не попасть, бляха? Че это не попасть? Монета души? И откуда здесь монета души? Офигеть. Вот это да. Вот это поворот. Может это... Как-то связано с диалогом с Карлахта? Монета души? А че это не попасть? Бляха. Аж туда придется бежать. Ого. Просто спрыгнула здесь. Офигеть. А здесь нормальные припасы. Стеганный доспех. Это как у Уилла. Стандартный стеганный гамбизон. Неплохо смягчает удары, но потеешь в нем, будь здоров. Арбалет. Тоже помидор. Старая мягкая шляпа. Ее швыряли и кидали чаще, чем шута в трагедии. Тоже серая, от дорожной пыли одежда. Вот здесь солнцедыни. Самый... Ценный сундук. Сандали. Вот это тоже ценный. Лежанка. Тоже ценный. Еще лежанка. Милая морковь. Книги не интерактивные. Книги не интерактивные. 75 кило уже набрало. Багет. О-о-о. Багет, багет, багет. Хо-хо-хо. Пустой ящик. Будь я кошкой, я бы обрадовалась куда больше. Вот это да. Вот это реплика. Да, коты они любят. Пустые коробки, ящики. Ха-ха-ха-ха-ха. Молоток. Это, а-а-а, хотели, видимо, двери заколотить. Да, и доски тут. Таким голосом Шадо Харт это сказала. Глево? Ух ты. Простая и острая. Древко отполировано ладонями до блеска. Как можно ладонями отполировать? Тряпки. О-о-о, двуручный топор, ты смотри. О-о-о, длинный меч. Не понял. Один? Это. Вот это, кстати, бах, по-моему. Вот это да, вот это бах. Ха-ха-ха-ха. Один. Их, их, их нельзя разделить. Короче, вот это... Забаговался ящик. Даже не буду, наверное, его забирать в лагере. На всякий случай. Неблагородная шляпа. Пижонский и расфуфыренный головной убор. Такой, который на голову владельца водорожают специально обущенные слуги. Такс, ну вроде бы... Ммм, еще сверху. Вроде бы все. Ну вот это, по идее, разломать можно. Хотя... Хотя, может и нет. Ну и Андреса еще, конечно, залатать надо бы. У него, конечно, меч. Замечательный. Хотя... Кстати, он стоит всего 130. Это тоже дешевле, чем путеводная нить хранителя. Посмотрим, сколько урона будет наносить. О, залатал и исчез белый эффект. Посмотрим, что будет лучше. Либо это, либо топор к орлах. 2, 13, 4, 14. Но по идее... Клинок правосудия должен быть лучше. Кстати, он... Здесь в описании вообще-то не написано. Что он может наносить урон лучистый. Но во время боя он наносил и режущий, и лучистый урон. Причем он много мог. Там по 10 режущего, 10 лучистого. Это чисто какой-то был бафс, получается, этого... Андерса. Потому что сам меч не имеет такого эффекта. Не имеет лучистого урона. Ага, и на улице тоже надо залутать. Потому что она и на улице тоже будет разрушать. Перегрузка. 106. 2,7 всего лишь меч весит. Ага, Сэрил. Ух ты, и ты... Нифига себе, 3 Свитка Возрождения, Мантия, Кинжал. О, стрела Милфа. Милфа. Зеркальное отражение, прикольно. Прикольно. Она прямо на пороге, кстати, лежит. Такой пейзаж, блин. Кто-то с улицы зайдет. Прикольно. Ну, у нее, конечно, на продажу там было гораздо больше всего, но... Не пришлось даже покупать. Интересно, кстати, если бы я у нее что-то купил. То золото, которое я ей заплатил бы... Оно... Было бы среди лута, или бы оно просто исчезло? Потому что то золото, которое у нее... Оно просто... Исчезает. Ну, в луте нет того золота, что у нее было, как у торговца. Нифига себе, Карл, отрезанная нога. Нога грубо отрублена в области лодыжки. Зачем это может понадобиться, я даже не знаю. Грудная клетка. Так, с ящик. Вот и смотри, припасы здесь. Там что-то... Автосохранение в этом месте трегерится. Кстати, туда можно забраться. А, и еще. Я на монтаже увидел. Во, тяжелый сундук стоит. По идее, из рощи туда можно запрыгнуть. Надо будет туда как-то забраться. Тачка, мешок. Картошка. Нельзя добавить в инвентарь тачку. Скорость перемещения снижается, дальность прыжка сокращается вдвое. Ну, в реальности, конечно... Попробуй поноси все это. Точнее, попробуй... Ну, и не только поноси, но и попробуй попрыгай. Вообще, с ящиками в инвентаре. Сразу же эти автосохранения надо удалять. О, морковка. Амилая морковка. Я вот не знаю, гнолов лутать? Может, это стригерит что-то? А пока висит диалог, то лучше, наверное, не триггерить. Голова отрезанная. Кишки. Ого, можно кишки забрать. Карл. Можно так какого-то сделать. Ха, собрать кого-то. Стоит лишь коснуться. Вздувшаяся кожа на этой ноге. Как под пальцами расплывается огромный синяк. Отрубленная женская голова. Нижняя челюсть выдернута. От чего голова выглядит так, словно постоянно кричит. Кишки. Кишки. Эти липкие, мерзко воняющие кишки притягивают нескончаемые полчища мух. Вот у нас здесь мух много. Ой, ой, мух много. Что ты же дебил? Смотри, мухи, они тебе спать мешают. Мухи. А я вот, давай я здесь насру, и они все прилетят сюда, и мы их убьем. Слышишь? Ой. Ну что, срать? Офигеть, блин. Лут очень, очень ценный. Ну, наверное, пока же хватит на мосту. На мост Карлах вроде как не должна выбежать. О, ухо гиена угнуло. Тоже ухо гиены. У него какое-то оружие, но его нельзя взять. Ты смотри, у каждого есть ухо гиены. Там какой-то заваленный проход, что ли? Интересно. О, кроха древних знаков там. Отлично. Тоже нужно. Ещё с этой стороны. О, кроха древних знаков. Черт. Уже веса достаточно много. Поджимает. Поехали! нора нифига себе шита за нора там вообще интересно это рука постоянно выскальзывает у тебя из рук она тяжелая и скользкая от пота и крови отрезанная голова из разъявленного рта головы стекает окровавленная пена да уж конечно перегрузка достаточно быстро у него наступила что здесь такого самого это все много весит но а ну в принципе доспехи тоже достаточно много избавиться от перегрузки ну вроде бы достаточно открыть то можно но но заблокирована так как это не попасть все там попасть ну все он теперь можно разрешать ей крушить и следить чтобы она не забежала в подвал если забежит в подвал она будет еще и подвал залутать перед тем как ей разрешать потому что в подвал все таки желательно основным персонажем заходить но здесь вроде как разницы никакой нету какой из этих вариантов выбирать положись на нас короче пусть будет да здесь конечно опасно блин нам придется прыгать лестниц не осталось уже ну в подвал она вроде бы не лезет даже дверь странно ухты она там урон получила а как это она урон получила один урон огнем а чё дверь а чё дверь не получает урон чё это за прикол двери горели но урон не получили у них уязвимость корона огнем но они не получили урон от огня жар работы но гнев уже прошел интересный конечно разговор через пол карл я в прошлой серии на монтаже это тоже заметил да уж это конечно тоже один из багов так так сына на теперь все это ну первых надо с королах сейчас поговорить у него там по идее восклицательный знак или нет не видно лестницы разрушены все вспыльчивость королах то еще зрелище ей следует быть осторожной иначе ярость прожжет ее насквозь ну да а гейл кстати нет у меня никаких реплик можно в принципе жаровни эту сбросить раз уж на то пошло но я не знаю сколько тут огонь этот будет гореть да восклицательный ого она может офигеть она может так запрыгнуть офигеть и никто другой так не может у нее атлетика сколько там плюс пять и умение Ну, будем знать, что с такой атлетикой можно запрыгнуть даже без усиленного прыжка. А Гейл даже с усиленом не может туда запрыгнуть. Ну, это мы уже, в принципе, выбирали. Если понравилось, она одобряет. Я не помню, единственное, если выбирать, как ты терпишь, остается вариант понравилось или нет. Ну, сейчас посмотрим. Если не останется, надо будет выбрать сначала мне понравилось. Ну, либо сначала, ладно. Осторожно, солдат. Если я уничтожу больше, я смогу уничтожить. Слушайте это. Я не буду видеть моего механика все время скоро, поэтому я просто сделаю самое главное экстра-хит. Просто не дайте слишком близко, пока я нашла способ, чтобы расслабиться. Сколько, кстати, одобрения? Три. Одобрения 0, аж на тройку. Удивительно, кстати, что за все это время еще ни одного одобрения не получено. Можно, кстати, аж туда забраться. А сюда видок, конечно, шикарный. Ого. В лесу такое свечение синее. Такое плато. Ну, от сундука наверх, наверное, нельзя забраться. Ну, вода просто, блин, с скалы льется. Да уж. Магия. Там тоже. Можно просмотреть так. Нельзя камеру поднять слишком сильно. Там гора какая-то достаточно высокая. Интересно. Что? Не понял. А почему катсцена в здании, если мы на крыше стоим? Что за фигня? Карл. Ну, что это такое? Допустим, как ты терпишь. Допустим, как ты терпишь. Допустим, как я перестал. Однажды я буду трогать. Интересно, конечно, что там в той норе может быть. Блин, ну это конечно, чё это такое? Почему-ка сцена в помещении, а не на крыше, где лох? Да уж, надо всегда длиться так долго. Нет, не сомневаюсь, что для шестерёнок это полезно и одобрения там тоже нет. А сейчас уже походу в другом помещении. Ну это в принципе мы тоже уже всё смотрели. Допустим, что этот двигатель тебе даёт? А, что этот двигатель тебе даёт? Огоньку, детка. Жарит так горячо, что терпеть невозможно. С ним в бою я просто зверь. Уже не помню, как раньше было. Ну а дальше повторение. Ну в принципе этот можно не выбирать сразу. Про Дамона. Про Дамона. Это завершено. Отвести Карла к Дамону. Остаётся загадка, что это за монета души здесь наверху лежала. Да кто-то из них, что ли, из этих слух зрели, что ли, обронил. Монету души сразу забрать. Так, смеч. С таким звуком перемещается. Четыре пять монет. Вот сначала два тринадцать отображалось. Потом уже четыре пятнадцать. Это же... Я уже не раз об этом говорил. Четыре пятнадцать. Шесть шестнадцать. Ну как бы это лучше. Разрыв тканей там и там. Опа. Восклицательный знак. А с чего вдруг восклицательный знак появился? Может и за то, что я меч передал? Интересно. Ого. Слушай, насчёт той монеты души. Тут такое дело. Я вроде как могла бы её использовать. В своей адской машине. Зариель меня обычно подзаправляла, когда хотела натравить на особо злобную цель. Ого. А ты не боишься её перегрузить? У тебя там что, щель для монеток в сердце что ли? Ха-ха. 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 Ну ща. Ха-ха-ха. Щель только не в том месте. Хмм. Ха-ха-ха. Монеты душ не случайно так называются. В них ведь чьи-то души. Хорошо ли, что мы их вот так используем? А давай проверим. Попробуй сейчас, но... Сейчас это ж не нужно. Не знаю, пропадут остальные варианты или нет, но допустим начнём с первого. Нее. Все будет нормально. Ха-ха-ха. Да не, все будет нормально. Ну... Прощель. Типа того. В следующий раз, как будем бодаться с каким-нибудь благоём, опусти туда дно и погляди что будет. Ха-ха-ха. Ты меня заинтриговала. В следующий раз непременно попробую. А давай сейчас. Хочу на это поглядеть. По-моему это плохая идея. Монета души принадлежит тому, чья это душа. Ну... На самом деле... Уже нет. Он же там договор с дьяволом подписал. Но если бы можно было эти души освобождать, то... Тогда ещё имело бы смысл, но их же нельзя освободить. Ну... Выберу непременно попробую. Все-таки пропали остальные варианты. О, да. А теперь... Пожрать бы чего-нибудь. Опять фак е было. И сколько сейчас одобрения? Восемь. На пятёрку. Восемь. 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 Зариал всегда меня заворачивала. Когда она хочет меня следить за специально скучным таргетом. Они уже потерялись. Больше использования в службе хороших людей, чем у днева. Не думаешь? Восемь. 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 Души то считай пропавшие. Ну... В принципе, да. Так... У нас нет способа их оттуда... Освободить. Так не лучше лишь, чтобы мы их использовали на доброе дело. А не какой-нибудь дьявол. Попадём в следующий раз в серьёзную заварушку. Подкинь мне монетку. Увидишь, что будет. Нехорошо как-то тратить монеты душ на себя, но она, наверное, не одобрит, если это сказать. Ну да, она это не одобрила. Как скажешь. Главнее тебя тут никого нет, наверное. Кстати, если бы мы сразу залезли на крышу, если бы мы сразу эту монету нашли до боя, этот диалог прошли и активировали до боя с этим... с этими паладинами, это наверняка бы помогло. Но, на эту монету ещё попробую заметь. Это разве что тот, кто уже не первый раз играет и знает, что она там может так сделать. Ну, потому что иначе это, конечно, мала вероятность, что её ты заметишь. Если попробуй сейчас. Ну, не хотелось бы тратить её впустую, но это правильно. Монета души, она ведь в каком-то смысле живая. Это чья-то пропащая душа, чьи-то мысли. Но при этом в нужный момент она может очень даже пригодиться. Угу. Ну и, в принципе, варианты остаются такие же, как в прошлый раз. Либо в следующий раз, либо нехорошо. Остаётся загадкой, что это всё-таки даст, если её поглотить. Хм? Ого. Появилась куча новых вариантов. Мне нравится этот бэкграунд в помещении. Уже лучше на улицу выйти. Такс, наверное, пока что не буду сбивать жаровню. Уже в конце собью. А остальные не могут, что ли? Такс, наверное, да. Такс, наверное, да. А-а-а-а-а. уже лучше вот сюда просто стать и здесь поговорить как у тебя в груди очутилась такая штуковина но это же она уже отвечала что пока шура на так значит мало того что у тебя в груди какая-то машинка она прогорает что с тобой делает этот откидвижитель мне хотелось бы узнать как ты попала на войну крови и так с паладином и мы разобрались что у тебя дальше по плану тебе придется побыть в лагере ну допустим первый вариант и я тенни а также что у меня есть кролок и не долинкует фонда в центре проходит Субтитры создавал DimaTorzok И моё машину служило мне, когда это пришло к убить богов. 10 лет из этого. Это истории, которые я могла рассказать. Мне нечего терять, зато нужно всё и сразу. Тощая, сопливая, сейчас уже совсем другая. Я была ещё совсем девчонкой и пыталась хоть немного подзаработать, когда связалась с дурной компанией. Ну почти как эти тифлинги Мол и компания. Работала на одного типа, которого уважала. Мне кажется, не уважала, а любила. Она просто не стала это говорить. Очень. Но оказалось, это не взаимно. Долго ли, коротко ли, он у меня за спиной заключил сделку с Зариэль. Ты же знаешь Зариэль, верно? Орахидьева лица, верно. Она запихнула мне в грудь эту штуку и отправила на работу. Точнее, на войну. Я быстро научилась выживать. И движитель оказался кстати, когда пришлось убивать дьяволов. Десять лет такой жизни, столько историй накопилось. Ну тут ещё стоит учитывать, что в аду вообще вряд ли возможно время измерять. Я бы сказал, что невозможно утверждать, что десять лет прошло с тех пор. Ты говорила, что работала на кого-то и он продал тебе Зариэль. Кто это был? Ну так поведай их. Ну допустим, кто это был, но она может быть не ответит. Готаш. Некий тип по имени Гарташ. Политикан. Махинатор. Из тех, про которые говорят в каждой бочке затычка. Я была слишком наивна и искренне верила, что он честный человек. Да что я знал о нём. Тот, кому я симпатизировала, предложил мне работу, которая была как раз по мне. Могла ли я сделать другой выбор? Порой я завидую этой девице. Как бы я хотел снова ощутить себя неуязвимой. Дальше остались те варианты, которые были вроде бы. Что с тобой делает этот адский движитель? Ну начнём с этого. Дает мне энергию, силу, но ты видел как это работает? Его очень сложно контролировать. Когда я испытываю любые эмоции. Злость, нервозность, восторг, влюблённость. Красиво. Хм-хм. Я горю. Настолько горячо, что могу обжечь всех поблизости. Наверное это выматывает. И каково это... Меня бы это устроило. Не люблю когда ко... Что? Не люблю когда ко мне прикасаются. Ну кстати, учитывая это... Пока... Не знаю, может быть... Дамон там что-то подкрутит. Но получается, что на данный момент... С ней никаких отношений даже быть не может. Из-за того, что... Из-за того, что она гореть может. Ну допустим, выматывает. Ну либо... Допустим, выматывает. Я пытаюсь не думать об этом. Не думаю об этом. Я все равно думаю об этом постоянно. Ты знаешь, я пытаюсь. Один из этих дней я соберу целую инферну и ферру, мне себя отбираю и начинаю снять время. Но... не сегодня. Привет, солдат. Привет, солдат. По плану дальше Дамон уже, чтоб об этом говорили. Первое, что первое. Мне нужно подкрутить этот двигатель. Все вещи мощные, но я чувствую себя волатильным, как я умерла. Это должно быть слишком тяжело найти инфернальный механик вокруг здесь, да? Для начала мне нужно подкрутить мой двигатель. Штука эта мощная. Но что-то браклит с тех пор, как я свалила из ада. Адские механики тут наверняка на каждом шагу попадаются. Нет? Хм. 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 ну короче было это уже если сказать поведой все будет расскажу самое интересное но не сразу чтобы у тебя была причина держать меня при себе хита придумано да но кстати вообще-то она из всех спутников больше всех о себе рассказала никто так много себе не рассказывал причем достаточно быстро нам все это рассказала поэтому она и так достат более чем достаточно сказала на данный момент такс ну по приоритетам получается на первом месте это с дамоном поговорить заодно как раз из рощи сундук этот залутать а уже потом но все остальные места но вообще в первую очередь надо будет встретиться с этими по записке к не пойти туда в болото чтобы же разрулить вопрос с тифленами но сначала наверное все таки окрестности эти надо ну ближайшие окрестности залутать и подвал тоже с предметами тоже надо бы сейчас разобраться в принципе все это можно так с книги мне лук у нее арбалет так допустим лук покажу ей алибрада покажу тоже ей цепь да тоже принципе кувшин с водой ну пусть на всякий случай тут тоже туда бутылка на продажу кружка в лагерь тарелка в лагерь чашка тоже факел мешок чернильница в лагерь одежда тоже все в пятнах от самой разной еды так книженцы еще музыкальный инструмент кожаный доспех но королах нельзя броню пока что допустим сюда кинжал метательная лук в лагерь чашка самая обычная чашка побитая и поцарапанная тухлые яйца мне в рюкзак русские инструменты клещи зарожавели и потемнели от огня помидорки тухлые тоже сюда ведро с водой я даже не знаю она вообще может для чего-то пригодится или не обычное ведро если бы как-то заполнять можно было шляпа в лагерь одежда в лагерь сандалии в лагерь молоток лакированная рукоять этого молотка все есть царапано мозолистыми руками не знаю бросать его можно ли нельзя лефа один меч в лагерь шляпа тоже в лагерь такс вот этот доспех чешуйчатый меч тоже в лагерь мантия можно конечно ее в мантию облачить 3 свитка возрождения не хило так конечно кинжалов достаточно много такс вот это все расчлененку тоже все уши дух арт такс вот он уже может выучить тоже может выучить много уже чем надо выучить необычный необычный но в принципе для не было это может пригодиться у него так как он волшебник чтобы по нему сложнее было попасть но только на себя или не только на себя но что дохарт только на себя может кастовать а он может быть даже не только на себя сможет а ну-ка тоже зеленая как у гейла то есть как у вилла ну ладно нет это не то кинжал изумрудного анклава сюда топор в лагере наверное 5 свитков воскрешения мешки из рогожки но в принципе можно на всякий случай дать расчлененку в мешок для рогожки сложим а и 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 Каждому по мешку. 580 золота. 580 золота. 580 золота. 680 золота. 680 золота. 680 золота. 780 золота. 780 золота. 780 золота. 880 золота. 780 золота. 880 золота. 880 золота. 880 золота. 880 золота. 980 золота. 980 золота. 780 золота. вот это поворот карл вот это поворот 29 какой-то не знаю выглядит конечно сомнительно напоминает какой-то дилда 25 рона карл вот это да ну раз такое дело а и можно положить вообще сюда да можно но пусть она туда там лежит а на кило почти весят блин тяжеленькая а и и и и и и вяленая свиная колбаса эта колбаса обильно задобрена чесноком и сварена в вине с пряностями две таких острая свиная колбаса описание похоже о салями тоже на всякий случай пусть будет в крылах багет большая длинная булка очень вкусно если макать в супчик или сметану сыр чеснок что а там похлебка да а здесь еще пять уши гиены а что можно из ушей гиены сделать страстник и опять этот бак туши не отображается рецепт только надо извлечь все нажимать новый цепь зала из уха гиены зелье скорости расплавленная ушная сера смешивается с золой превращая все в липкую массу замечательно зелье скорости так по-моему аж уже или не было еще любая соль но это мы уже видели кстати от противоядия надо наверное сделать штуки 2 наверно 1 2 у меня одно есть даже 2 у меня есть одно королах одно гейлу чтобы каждого было по противоядию зелье 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 зелья зелье 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такс... Скрипка... Скрипка сделана из древесины кедра и ореха... Колки немного потёрты, струны тонкие и изношенные, но мелодия на этом инструменте будет звучать чисто и правильно... Ну... Бляха, мне, наверное, надо ещё один какой-то мешок... Под... Музыкальные инструменты, или не знаю... Потому что всё в одном рюкзаке как-то хранить так себе... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такс. Находки из внутренних земель. Издание новое дополненное. Этот выпуск ежеквартального альманаха был отпечатан совсем недавно, но уже успел пройти через множество рук. Обложка его грязная и засаленная. Большинство страниц вырвано. Дорожайший читатель, несмотря на то, что наше издание отнюдь не чурается удивительных новостей из самых отдаленных уголков нашей прекрасной Родины, я должен предупредить тебя, что в этом сезоне наш выпуск содержит некую информацию, которую кое-кто может счесть, скажем так, шокирующей. Может случиться, что культ некоего Абсолюта, обнаруженный нашими агентами в Элтургарде, сойдет на нет сам по себе, как и другие культы. Но сообщение о союзе гоблинов и дроу, поклоняющихся Лос, с троллями и двергарами пробуждает серьезное беспокойство. Значимость приведенного на этих страницах доклада совершенно беспрецедентна с точки зрения нашей истории. Перед публикацией мы отправили вестников в соседние населенные пункты, включая Врата Балдура, Скорн-Нубел и Свечную Цитадель. Будем надеяться, что эта весть будет встречена с подобающим вниманием, ради нашей общей безопасности. С уважением, Мингус Эдчерли, главный редактор. Интересно про культ Абсолют, но нет, на нет он не сошел. О делах приятственных. Эта пьеса изрядно потрепана. Хорошо видно, что ее читали и перечитывали много-много раз. Здесь приведен фрагмент из пьесы о сделках приятственных, запрещенной к показу как минимум в четырех городах по причине непристойного содержания. Скандальность пьесы обеспечила ей широкое распространение в форме подпольно изданных памфлетов. Рассказчик, народ честной, послушай этот сказ, уже почти утерянный для нас. Так вот, один печальный господин в тоске своей достиг таких вершин, что был готов вернуть свою жену любой ценой. Услышав про цену, наш хитрован покоцал зубом лихо. Забава началась. Сидите тихо. Входит Роберт, молодой Тифлинах, в слезах. Слева из-за кулис в облаке дыма появляется Карлайл. Карлайл. Не плачьте, юноша, хотя жена ушла в постель к другому. В ней себе нашла так много радостей, чтобы забыла вас. Ее вернуть хотелось бы сейчас? Роберт, позвольте, но откуда чудаку известно про мою тоску? Карлайл. Я наблюдал тайком и понял вдруг, что мне знаком природный ваш недух. Роберт, известно вам мое проклятие и позор, но говорите, я не проклят, просто хвор. Карлайл. О, я все понимаю, бедный друг. Вам просто нужен покрупнее плух, чтобы поле глубже и надежнее вспыхать, засеять и плоды его пожать. Длины, а также толщины всего весла вам не хватает, чтобы дева поплыла. Занимательная княженция. Мы это читали про Яногу. Да, там про Гнолов. Кстати, ирония в том, что, блин, как раз-таки Гнолы и уничтожили это место. Вот это поинтереснее, что-то Орден Перчатки. Схожая дорога. Такс. Собрание сочинений на тему закона и порядка. На обложке изображена ладонь, сжимающая клинок меча. Но, как всегда, картинка левая. Не знаю, в чем проблема была сделать соответствие картинок к описанию книг. Добро есть отсутствие зла. Быть добром означает стремиться к миру и понуждать к нему. Преследовать безнравственность и всячески бороться с нею. Твердо верить в своего Бога и в себя. Ибо величайшая добродетель из всех есть вера. Поэтому добро не есть законопослушание. Закон и суть заповеди богов и людей. Закон есть повеление тем, кто бледет его и кара ослушникам. Закон есть отец порядка. Отвергать закон значит приветствовать хаос, в котором всякая жизнь теряет свой смысл. В то же время, законы могут быть извращены. Законопослушание не есть добро. Итак, я говорю вам, что мы не стремимся быть добродетельными или же законопослушными. Но устремление наше к справедливости. Что толку быть добрым, не понимая, кто и что вредит добру? Мудро. И что хорошего в следовании закону, если он отражает повеление дьявола? Абсолютно верно. Справедливость. Вот длань, кормящая голодных, и щит, охраняющий слабых. Она есть меч, что разит порочных, и плащ, согревающий неимущих. Орден перчатки стоит на страже справедливости. Справедливость. Вот чего требуют от нас Тир и Тором, Хельм и Хуар. Это ж паладины Тира были. Интересно. Но все-таки у них книженция... Это ж книга паладинов Тира. Но все-таки до конца непонятно. Либо это на самом деле когда-то были настоящие паладины Тира, которые заключили сделку с дьяволом. Ну, судя по всему, судя по всему так. Это не просто какие-то клоуны. Это не просто шестерки Зориэль, которые нарядились в паладинов. Это были реально именно темные паладины. И по их кастам, потому что они умели, по их особенностям... Он, кстати, щит Вера там же. И его этот лучистый урон... То есть... Это все-таки настоящий был паладин, который... Ну, когда-то был настоящим паладином, а потом стал темным паладином. Это не просто кто-то нарядился в одежду паладинов. Полкиллов есть эта книга. Можно даже с собой ее. А что у меня там золото лежит? Путеводитель по побережью мечей, час 4, всхожая дорога. Старая книга в дешевом переплете. Разваливающаяся прямо на глазах. Всхожая дорога — это что, место, где мы сейчас находимся? Страница все в пятнах и следах от пальцев. Излагают советы путешественникам, устаревшие уже много десятилетий назад. Если вы желаете отправиться в путешествие к побережью из внутренних восточных регионов, вам нужна всхожая дорога. Эта дорога идет параллельно реке Чиантар и представляет собой сухопутный тракт, который приведет вас от Элтуриеля к самим вратам Балдура. Это хорошо известная альтернатива путешествия по Чиантару на речных баржах. А, ну, судя по всему, Чиантар — это именно та большая река, которая рядом с рощей протекает. Хотя мы же в лесу там находили эту рыбу, пойманную в реке Чиантар, но там была маленькая речушка. Но это, судя по всему, не этот Чиантар. Элтуриель. Ну, там как-то писалось, Элтуриель на востоке. Но на востоке река, то есть где-то должен быть мост. Возможно, вот эта дорога, которая завалена, она шла к мосту, ведущему в Элтуриель, потому что врата Балдура на западе. На участке пути, расположенном приблизительно посредине между Элтуриелем и вратами Балдура, в последние годы возник анклав почитателей Селуны с необыкновенно роскошным храмом, расположенным близ дороги. При храме разрослась целая деревня, лунная гавань, которая предоставляет пищу и кровь усталым путникам. Дальше к востоку лежит цитадель Лунные башни, где требуется заплатить сбор за проезд и провоз товара. Некоторые путешественники поддаются искушению свернуть с дороги, дабы избежать поборов. Однако разбойники и прочие опасности могут заставить их пожалеть о своем решении. Интересно. Ну, кстати, княжинцы тоже достаточно полезные. К востоку Храм Селуны. Но храм Селуны, я уже подзабыл, по-моему, это то, где сейчас логово гоблинов. По-моему, так говорили. То есть, если храм Селуна здесь и лунная деревня там говорилось, что, вот это вот и есть, что ли, лунная деревня? А к востоку лунные башни. Так стопэ. Получается, что лунные башни где-то вообще здесь находятся. Может быть, где-то за вот этим вот заваленным проходом. Но с крыши там вроде не видно было никаких лунных башен. Домашняя молитва. Распространенная молитва. Такие обычно пишут от руки и вешают на стену дома, прося богов с милостивица над обитателями. Латандер светит, Селуна направляет, Клемвор судит и проход открывает. Интересно, ну, увы, она их не спасла. Обитатели этого жилища. Не знаю, если в мешке будут кинжалы лежать, она сможет их использовать. 4.13 2.13 Ого, такая борода лучше, двуручная. Стоп. 4.15 4.13 Нет, она не лучше. Она как длинный меч. 4.11 Ну, цепь. Не знаю. 4.13 Ей нельзя броню. КБ-12, КБ-13. Да, КБ-13. 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 КБ-15. КБ-16. КБ-13. разрыв ткани и подготовка здесь прорубание и здесь тоже прорубание и здесь тоже прорубание и ошеломляющий удар ну как бы с мечом получше преображение вместо топора уже меч вместо тряпок уже чешуйчатый доспех так как у нее нет щита ей нужнее будь чем шедухард а ну-ка 17 можно как бы сделать ну шедухард красивая интересно конечно если карлах в броне шедухард прикольно прикольно ну вот это уже интересно офигеть меч он до земли достает блин с ним не удобно с ним не присядешь до долгого отдыха это особенность ее уже нету нехило нехило а если и щит дать то не будет плюс 217 а если накинуть еще и доспех то 19 будет магический доспех а ну нет уже не накинешь потому что броня 18 15 16 ну поинтереснее поинтереснее уже такс вот это на всякий случай пока пусть будет а блин 35 кило весит надо подвал залутать номер на сначала пойдем к той нарии здесь на самом деле надо поаккуратнее быть мало ли может здесь какие-то будут еще противники найден рунный круг повсюду трупы несчастные случаи или диверсия но как бы мы уже принципе знаем даже но вы напали перевалили всех другое дело почему здесь завален проход и чем она так завалила провал отлично холмик у королах же да у королах внимание самое лучшее огняная стрела 1 до 6 плюс 2 колюще 2 до 4 огонь хотят стрелы и не исходит никакого особого жара достаточно прикоснуться к ее наконечнику и жог вам обеспечен и ледяная и огненная там еще стрела молнии было у этой бабы которое мы завалили но она и против нас применила все-таки здесь оказался холмик схожая дорога можно наверх забраться но пока шоу нифига себе там сундук что ли ну пора она пока шоу надо сначала все остальное решить нифига себе что это вообще за место валун какой-то там офигеть чё это за место карл осенний шафран ну в принципе можно мост залутать еще хотя да я я не а я я не я Мертвые гнолы. Похоже, кто-то с ними забавлялся, нарочно продлевая агонию. Агонию гнолов? Так тут же конечности не гнолов. Тут конечности людей валяются. Кишки. Голова. Рука. Сорок восемь килограмм уже. Путеводитель по побережью мечей, часть 3, внешний город. Сухопутные путешественники, приближаясь к вратам Балдура, зачастую могут обонять город раньше, чем видеть его. Эта ситуация создается благодаря внешнему городу. Территории, на которой расположено множество предприятий, необходимых вратам Балдура для жизни и процветания. Но в то же время не слишком желательных внутригородских стен. Здесь можно найти дубильни, скотные дворы, скотобойни, солеварни и не слишком законопослушные рынки. А также трущобы и целые лагеря, где ютятся несчастные души, коих влечет каждый город. Автор глубоко уверен, что респектабельным путешественникам абсолютно нечего делать в таком месте. Неважно, насколько соблазнительны могут быть их богатства после долгого пути и велика сила притяжения. Вместо этого им следует без промедления держать путь мимо. В то же время бдительно следя за своим имуществом как при себе самих, так и в багаже к одному из главных входов в город, например, к знаменитым воротам Василиска. Кстати, Shadowheart как-то упоминала о них. Лишь войдя внутрь, они могут полагать себя находящимися в самом городе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Перевернутая телега, мешок из рогожки, бедная одежда, круг тухлого береговского сыра, сюда. Букля? Что за букля? Красным? Ух ты, можно за Нолом? Букля. А, это, наверное, одна из тёмных паладинов. ледяная стрела хрен кожан доспех лук этот подруга вот этой которая по нам стреляла уже электрической стрелой ты шо ты шо лута конечно дофигище это все дамона надо будет сбарить но буклю скорее всего гнолы убили от того чудака если следовать если верить рассказу то карлах насильно далеко не хочу отходить чтобы не напороться еще на каких-то противников в недосягаемости там куча молочных флях как их можно туда забрать ладно подвал или нора что первое так Продолжение следует... 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 короткий лук плетеная корзина нельзя подобрать еще стегл на беспех сколько он стоит кстати 30 всего лишь почти ничего не стоит корзина в воздухе висит щит с шипами еще такой же как у всех нас тряпки пустые ящики так как это в недосъяемости о припасы а 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 при проверках характеристик бросках атаки испытаниях силы ловкости и выносливости не знаю имеет ли смысл слитки бронзы с собой носить они достаточно тяжелые все таки это же дом гонт дневник заставы края обоглены и залиты подозрительной жидкостью книга учета пошлин собранных на заставе в текущем 1492 году значит текущий год 1492 большая часть записи сделано ясным и ровным почерком но в них перечислены путешественники и уплаченные ими суммы на последних страницах почерк становится неряшливым и неровным девятый день марпинота четыре торговца с одним фургоном всякой всячины двадцать пять золотых двенадцатый день марпинота отряд огненного кулака пятнадцать кулаков и десница требовали 100 золотых не сами платили а требовали мы сумели отказаться огненный кулак не платит пошлин он их отбирает нифига себе вспоминается это шета с помощница зевлора там по моему хотела в огненный кулак вступить но это сомнительные какие-то типы этот огненный кулак 21 день марпинота пивовара с двумя охранниками везет бочки в приют в окин 35 золотых второй день уктара 7 крестьян без пожитков без денег ранены сказали чтобы мы бежали отсюда углу третий день уктара отправлен гонец за подкреплением или сменой 7 день уктара еще больше крестьян не считали без пожитков несут с собой мертвых этот эти беженцы от абсолют что ли а какой сейчас день уктара 11 день уктара дорогу удерживать невозможно 16 день уктара готовимся покинуть пост походу не успели значит это типа на момент начала игры где-то около 16 дня уктара интересно ухты клевец неожиданно бывшая кирка переделанная чтобы крушить плоть они горную породу калечащий удар пронзающий на расслабляющий удар это нельзя подобрать кабачок нас есть припасов тоже уже достаточно много стоп это все 15 что ли достаточно легкая ну в принципе пусть лежит там четыре одиннадцать одноручная стопа я не могу его нету а дальше ловушки пойдут провал внимание сразу же какой коварный сюрприз нужно действовать осторожно про дух не поняла чего там стоите он там класс сложности 30 или сколько 10 всего лишь ну вроде как нет смысла их обезвреживать провал внимание заминировано что ли у нее ночное зрение провал тоже серьезно да ну Продолжение следует... 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 Продолжение следует...